Сегодня тема посвящена взаимодействию процессов друг с другом и о том, как работает удовлетворение, как все это связано в нашей операционной системе. Ну, по сути, будет три раздела сегодня. Начнем как раз с того, как же происходит взаимодействие между процессами, потом немножко о уведомлениях поговорим, потом посмотрим, как организовать автозапуск приложений, которые предоставляют какие-то службы другим приложениям. Начнем взаимодействие между процессами. В S-Avrora, как и в других по-сексаместимых операционных системах, доступна такая штука, которая называется D-Bus. Это скандартизованный интерфейс, который предоставляет возможность процессам общаться друг с другом. То есть не нужно для обмена сообщений изобретать каких-то доскедов, можно взять уже готовую, реализованную, скандартизованную штуку и ее использовать. Соответственно, она позволяет обмениваться данными между процессами, позволяет из одного процесса вызывать какие-то команды у другого процесса, ну и позволяет получать сигнал о том, что что-то произошло. То есть если так посмотреть, то на самом деле вот это все устройство, оно очень похоже на то, как взаимодействуют объекты в приложениях на пьют. Есть сигналы, есть методы и есть свойства, которые можно читать. Реализуется вся эта штука с помощью демона. Причем если мы говорим о взаимодействии приложений с системными процессами или взаимодействии системных процессов, этот демон запускается при старте операционной системы. Если мы говорим о взаимодействии приложений с другом, то используется демон, который запускается для каждого пользователя отдельно, ну и позволяет общаться с приложением, запущенными пользователями. Соответственно, сущность FDBAS, которая есть, это шина. Как раз системная шина, она используется для общения системных служб или приложения с системными службами, а для общения приложения друг с другом используется сессионная шина. Каждое приложение может зарегистрировать одно или несколько служб. Это уникальное имя, которое резервируется на время регистрации, и никто другой на это время не сможет зарегистрировать службу с таким же именем. Кроме того, считается, что на самом деле общаются друг с другом не приложение, а объекты, которые живут внутри приложения. Соответственно, таких объектов внутри одного приложения может быть несколько, и каждый объект характеризуется путем. В рамках подключения такой путь должен быть однозначно определен, то есть будет уникальным. Ну и кроме того, каждый объект предоставляет один и несколько интерфейсов. Это вот как раз набор свойств методов и сигналов, то есть способов взаимодействия с этим объектом. Кроме того, для обмена данными по интерфейсу D-BAS используется несколько стандартизованных типов данных, то есть это числа, логический тип, строки, пути к объектам и есть возможность объединять различные базовые типы в массивы. Для того, чтобы работать с D-BAS, есть специальные обертки. С D-BAS он предоставляет общеговореннискоуровневый интерфейс, но вот есть высокоуровневый интерфейс, который позволяет с ним работать более комфортно. Кьют предоставляет модуль, который так называет D-BAS для работы в D-BAS, а в OS Aurora доступен еще и плагин для QML, который позволяет уже непосредственно со стороны QML в D-BAS взаимодействовать. Здесь на слайде показаны, как происходит подключение необходимых модулей, то есть если мы говорим о плюсовом варианте, то понадобится подключить модуль для D-BAS в файле для QML, но также понадобится добавить зависимые сборки. Если мы говорим о QML-ном варианте, то здесь указана зависимость, которую придется прописать для модулей, спектр файл. Ну, на самом деле в системе этот пакет, который установлен, но прописать формально это зависимость стоит. Вот. Ну и импорт инклоды соответствующий здесь указан. Можно посмотреть, какие классы и типы предоставляют плюсы и QML для того, чтобы с D-BAS взаимодействовать. Можно увидеть, что плюсовых типов очень много, но на самом деле основных два ровно так же, как и типов QML. Это интерфейс и адаптер. Интерфейс позволяет взаимодействовать с какой-то службой уже существующей. Адаптер позволяет описать и запустить свою. Я дальше буду рассказывать про вариант QML на слайдах, а на практике мы поработаем и с плюсовой частью позже. Устроены они очень похожи. Но остальные здесь классы, которые для плюсов перечислены. Их на самом деле больше. Я вот там при этом еще все это поставил. Они вспомогательные нужны для того, чтобы реализовывать объявления уже методов. Начнем с того, что же такое D-BAS интерфейс. Ну, как я уже говорил, это способ подключиться к какой-то зарегистрированной службе. Здесь основные свойства и методы перечислены. Ну, в первую очередь нужно указать тип шины. Как я раньше говорил, есть сессионная для общения между приложениями и системная для общения с системными службами. Нужно указать сервис. Это та служба, которая будет происходить подключение в рамках шины. Нужно указать путь к объекту. Ну, по сути, к какому объекту внутри приложения мы будем подключаться. Интерфейс объекта выбрать. Ну, на самом деле, на практике объекты зачастую реализуют только какой-то один интерфейс. Поэтому выбора обычно нет. Но, тем не менее, формально он предоставляется. А потом можно включить флаг, который позволяет следить за какими-то сигналами от службы. И есть ряд методов. Соответственно, методы позволяют задавать свойства службе и вызывать какие-то команды, вызывать методы. Два типа есть. Один без указания типов аргументов. И второй с указанием типов аргументов, если это требуется. И есть один сигнал, который позволяет следить за тем, что какие-то свойства были извинены у объекта, находящегося по другую сторону дебаса. Вот здесь показан пример, который мы сейчас с вами попробуем запустить и посмотреть, что же он выдаст. Дебас изначально был разработан при бестоп-ассоциации. И есть в системе соответствующий сервис, соответствующий объект интерфейса, которые позволяют отслеживать статус различных дебас-подключений для остальных служб. С помощью этого делается эпископия дебаса. Можно смотреть, какие службы есть, какие они предлагают интерфейсы и методы. Но давайте сейчас просто попробуем воспроизвести вот этот вот кусочек и посмотреть, какие же службы нам предоставляет эмулятор с PS Aurora. Что нам для этого понадобится? Слайк я закрою пока. Значит, на всякий случай еще раз в час скину ссылку. Для тех, кто зайдешь попозже. Ссылка на материалы. Значит, здесь есть листья людей. Вот я буду использовать вот этот лист. Но прежде всего, скачая, вам нужно пример. Дебас-демо-пит. Он у меня уже скачен, поэтому я его просто распакую. Вот здесь примерчик приложения, с которым сегодня будем удобно работать. Открою профайл. Соборать буду для эмулятора. Так, следующую сборку эмуляторов запишу. Вот. Ну давайте я пока настрою обновления по QQML Live, потому что сейчас поработаем немножко с QML Live. Соответственно, будет гораздо быстрее получать какие-то обновления. Так, тут все запустилось. Проверю, что он собирает и запускается. Выберу Deployzer.Package. Собираем. Вот. Кратенько. Посмотрим, что здесь у нас в проекте есть уже в main page. У нее куча закомментированного кода. Мы этот код будем по кусочкам раскомментировать. Но по мере продвижения по слайдам. Пока нам важно разобраться с тем, что происходит для того, чтобы запустить подключение в QBASP. Так, я тут походу заклюбалась. Вот. Нам понадобится вот этот листинг, в котором описывается интерфейс. Давайте мы его сюда прям куда-нибудь вставим. На самом деле это не так важно куда. Я его вставлю вверх странички. Вот. Ну конечно же он ничего нам не подсветился. Но все дело в том, что можно добавить соответствующие импорты. Посмотрим, где у нас тут. Импорты. Вот они. Импорт memo to BASP 2.0. Давайте так туда и напишем. Импорт memo to BASP 2.0. Вот. Значит, BASP call у нас тоже, конечно же, сейчас не сработает. Потому что его нужно выполнять в контексте какого-то сигнала. Давайте напишем component on completed. Вот. Вот. Ну, подернем фигурные скобочки, чтоб покрасивше стало. Где-то съехали мы равным. Да. Вот. То есть, что здесь происходит? Здесь мы зарегистрировали D-BAS интерфейс. Назвали его. Дали ему какую-то IT штук. Не долго думая D-BAS. Вот. Здесь должно быть написано вот так вот D-BAS. Первые две буквы большие. Это, видимо, где-то у нас капс немножко съехал. Используется сессионная шина. На сессионной шине смотрим на сервис. Вот такой. Смотрим на путь по вот такому пути. И интерфейс у него берем такой. Значит, что мы делаем с этим интерфейсом? Мы в этом интерфейсе берем метод listNames. У которого вызываем. Ну, который вызываем и обрабатываем результат, который он вернет. В том результате, который он вернет, будет список имен сервисов. Мы этот список как раз посмотрим. Так. Так. Запустилось. Так. Значит, он ругнулся на то, что у нас Ну смотрите, я там листинги поправлю, значит суть такая, что дебаз должен называться. С большими буковками D и B. И можно увидеть, что в этом случае нам вводят кучу сервисов. Соответственно, часть сервисов, они посвящены, ну и предоставляются как раз фридностопам, это для работы с дебаз, с уведомлениями, о чем мы с вами дальше поговорим. Систем Д, вот есть еще трекер фридностопа. Есть сервисы от Йолы, есть сервисы, которые называются Nemo Mobile, и вот здесь из интересного есть сервисы, которые называются еще Nokia. Это наследие от Nokia, от операционки MIMO. Вот тут от операционки MIMO, если посмотреть, есть еще одно наследие, которое прямо MIMO называется. А Mali, например, это сервис, который клавиатуру подостерегает и саунд, но это для звука. То есть даже в эмуляторе, в котором, по сути, приложение это не стоит, можно заметить, что сервисов уже довольно много. Ну, давайте я небольшую паузу сделаю, есть ли какие-то у вас вопросы по тому, как мы сейчас вот этот интерфейс запустили. Ну, если что, у меня чат открыт, поэтому увижу. Давайте пока посмотрим, что занесло по планам дальше. Так, ну вот мы получили список службы по базе. С помощью сервиса портфейдесктоп дебаса можно много разных получать данных о том, как взаимодействуют приложения друг с другом, но давайте посмотрим о том, как происходит не только получение, но и передача данных вызов команд. То есть вот есть сервис comNokiaProfileB, это сервис, который позволяет управлять профильные устройства. То есть там громко, тихо, бесшумно. У этого сервиса есть несколько методов, и в частности есть метод, который как раз позволяет получить список профилей, которые есть, которые можно переключать. Такой вот метод вернет список профилей. Ну, и соответственно, есть метод, который позволяет задать профиль из того списка, который был указан. Здесь показан, например, получается, вызывал как метода без аргументов, так и метода с аргументами, на которые не возвращают результаты. То есть первый параметр – это имя метода, который нужно вызвать. Второй параметр – это массив аргументов. В случае, когда делается call, не typed call, а call, там нужно передать просто значение аргументов. Когда делается typed call, передаются объекты с полем тип, с полем значения аргумента. Третий аргумент typed call и call – это callback, который будет вызовен, когда получится результат. Ну, и про то, как обрабатывать сигналы в дебасе. То есть, как я уже говорил, помимо свойств методов, есть еще сигналы, которые приходят с той стороны, то есть можно отслеживать за изменением каких-то значений. А для того, чтобы обработать сигнал внутри типа дебас-интерфейс, достаточно объявить функцию, которая называется также как сигнал. В частности, у сервиса комнатной профилки есть сигнал в профилчейндж, который испускается в том случае, если был изменен активный профиль устройства. Ну, у него есть набор аргументов, который был изменен, который стал активным. Можно эти аргументы обработать. Просто будет, по сути, вызвана вот эта вот функция, которая здесь была объявлена. Если соответствующая функция не найдется, ну, тогда сигнал не будет обработан в рамках дебас-интерфейса. Так, какие есть вопросы по дебас-интерфейсу? Дальше будем про дебас-адаптер. Type.co позволяет более точно указать, какой же именно метод нужно вызвать за счет того, что передается типа объекта. То есть, как передаются объекты, как они преобразуются. Можно указать конкретный тип, почему, что приводится. Ну, вот я там показывал набор типов, которые есть, и можно любой из них подставить, и к нему будет приведен соответствующий аргумент. Ну, можно считать, что что-то типа перегрузки, да, но здесь я бы сказал, что больше про приведение типов. Ну, давайте пока дальше тогда будем про дебас-адаптер. То есть, дебас-адаптер – это как раз способ объявить, что приложение регистрирует какую-то службу. Если эта служба не была незарегистрирована никем раньше, то обычная регистрация получается успешной. Ну, как и в случае дебас-интерфейса, нужно в точности также выбрать тип шины. Соответственно, для приложения доступной регистрации на сессионной шине нужно выбрать имя службы. Она должна быть уникальна. Нужно выбрать путь к объекту, указать точнее, говоря, путь к объекту. Указать интерфейс, который будет предоставлен вот этим вот дебас-адаптерам. И можно дать также дополнительную информацию, которая будет использована для интроспекции, то есть для предоставления информации о зарегистрированной службе. Отдельно есть метод, который позволяет отправлять сигналы. Вот здесь показан пример регистрации службы, то есть дебас-адаптер. Можно у него объявлять свойства, и тогда эти свойства можно будет получать с помощью дебас-интерфейсов, ну, по сути, через дебас. Можно объявлять у него методы, и тогда эти методы можно будет вызывать. То есть в точности так же через дебас эти методы можно будет вызывать. Вот здесь вот для интроспекции предоставлена информация о зарегистрированном интерфейсе. То есть указывается имя, указывается метод, который, методы, которые он предоставляет, и свойства, которые он предоставляет. Также тут указан тип свойства, ну, в качестве типа свойства берутся обозначения, которые на слайде я приводил, в данном случае это будет обеспечивающий тип, и указывается, можно это свойство, что с ним делать, почитать. Ну, и давайте мы с вами сейчас как раз делаем описание службы дебас, но делаем это с помощью плюхов. А сделаем вот для чего. То есть давайте с вами представим приложение, которое хочет работать в коне, но если повторно его попытается запустить, то оно из фона восстановится. Вот сейчас такое приложение попробуем реализовать. Что для этого нужно? Да на самом деле не так и много. Нужно, во-первых, как-то научиться сделать так, чтобы приложение при закрытии не выключалось и уходило в фон. Во-вторых, нужно как-то отслеживать, что instance приложения уже запущен. Ну, а в-третьих, если instance приложения уже запущен, то нужно как-то давать ему команду на то, чтобы он развернулся. Вот давайте все эти шаги попробуем постепенно порешать. Делать мы это будем в рамках того же шаблона проекта. Благо там все, что нужно, уже есть. Давайте вот то, что сюда я добавил в прошлый раз, удалю, то есть вот этот дебас интерфейс нам не нужен. Нам понадобится только сирикофрик. Давайте сначала сходим в профайлик. Там понадобится подключить несколько вещей. Во-первых, нужно активировать модуль дебас. Так, нет, то есть, что останется. Вот, плюс равно дебас нужно сделать активным. Во-вторых, нам понадобится файл дебас в неактивейтер. Это cpp и h файлы. Они реализуют класс, который как раз наследуется от дебас адаптера. Дебас адаптер и реализуют все. Сейчас посмотрим, как они устроены. И здесь нам понадобится сделать еще, раскомментировать вот эти три строчки. Они просто задают константы. Дебас сервис это имя службы, дебас пэс это путь к объекту, и дебас интерфейс это имя интерфейс, который объект предоставляет. Они определены в профайле для того, чтобы на всех остальных файлах использовать их уже как константы и изделия были бы одинаковые. Так, в профайле нам сделать больше ничего не нужно. Давайте сходим в yaml файл. Это вам в других файлах лежит. trpm, yaml. И здесь добавим k5-дебас к зависимостям. Так, ну и пока здесь больше ничего не нет. Составить в yaml файл. Давайте я все-таки пидушки поудаляю, чтобы потом случайно у них не нахрен все таковы. Здесь просто дестрибировали, удалил. Сделали, удалил. Сделали, удалил. Вот. И это тоже сделаем. Значит, у нас должны появиться заголовочных в исходных файлах дебасу активуатор. Можем увидеть, что наследуется от дебаса адаптер. У него в точности также нужен макрос коджик, потому что это наследник коджика. И нужно ему прописать в класс инфо. С помощью макроса в класс инфо добавить ему информацию. Это дебас интерфейс. То есть нужно указать, какой интерфейс он реализует. И я использую константу дебас интерфейс, которая была объявлена в профайле. Дебас интерфейс. Так, ну давайте посмотрим, что же у него тут есть. Есть у него на самом деле немного. Он хранит указатель на какую-то дюшку клубниковскую. И у него есть метод активы и тву. Причем не просто метод, а слот. И бонус в том, что если мы метод объявили слотом, то этот метод зарегистрируется так, чтобы его можно было дергать через дебас. То есть в дебас адаптере все слоты можно дергать через дебас. Давайте посмотрим на реализацию. Реализация тоже на самом деле простая. Что здесь есть? Ну, во-первых, в конструкторе он в качестве переданного парента, ну в дюшку запоминает как переданного парента. Дальше activate view делает следующее. Ну, если в дюшку никакая не указанная ничего не делает, а вот если дюшка есть, то он ее показывает, если она была скрыта, и восстанавливает на весь экран. Отлично. То есть как раз это тот метод, который дюшку свернутую раннюю сможет развернуть. хорошо. Что нам еще надо? Надо пойти в основное файл приложения дебас демо сети титул. Здесь нам понадобится. Понадобится дебас, потому что мы сейчас будем регистрировать службу. понадобится подключить дебас в легкий лейк, потому что мы его тоже будем использовать. Ну и давайте вот эти свойства объявим, которые как раз из константа получаются, которые были объявлены в профайле, соответственно, дебас сервис, это имя службы, дебас общих объектов, дебас интерфейс, имя интерфейс. Они все забираются из константа, которые были объявлены в профайле. Так. Значит, первое, что нам сделать? Давайте сразу покажу, как сделать так, чтобы приложение не закрывалось при закрытии интерфейса. Делаться это и несложно. Ну, во-первых, нам нужно отдельно получить объект приложения, отдельный объект клюшки. В случае приложения для Авроры, для Selfish, это делается с помощью матроса Selfish Up Application и Selfish Up Крепи. После того, как эти объекты есть, мы можем устанавливать флаги для объекта Up и, в частности, есть вот такой чудесный флаг, который называется Quit On Last Window Close. То есть, если окно приложения закрыто и флаг стоит в True, то приложение будет завершено. Это стандартное поведение. Сейчас нам такое поведение не нужно, поэтому мне этот флаг ставят в False. и что происходит? Давайте я соберу и покажу, что происходит. Вот, вот. запускала приложение. А происходит следующее. Если я, ну, смотрите, то есть, вот, вывод приложения вот здесь вот, в этой части у нас сейчас видно, что приложение запущено. Вот здесь вот можно нажать красный квадратик, тогда оно остановится. Важно, что мы запущены. И штука в том, что если я вот так вот его сейчас закрою, закрыть приложение можно по-разному. то есть, можно вот здесь вот нажать на крестик, то есть, я просто в свободной области нажму, подержу, появится вот такой крестик на обложке, он позволит его закрыть. Либо провести вниз, тогда было закрыть все, либо еще один из способов закрыть приложение, это провести с угла вниз, вот таким вот образом. Видите, крестик появился, это значит, что приложение сейчас будет закрыто. вот я отпускаю и все. Обложка пропала, приложение закрылось, а смотрите-ка здесь, оно все еще работает, оно не вышло. Мы с вами получили приложение, которое работает в фоне. Закрыть я его смогу отсюда. Вопрос в том, как его развернуть. Просто если я запущу по иконке, запустите какое-то новое приложение. Это, кстати, несложно проверить. Смотрите, как это можно проверить. Давайте я закрою его, да, завершить. Вот приложение. Давайте перезапущу. Проверить, это несложно, что новое приложение запускается, достаточно там в поле ввода что-нибудь ввести, свернуть и посмотреть, что если мы запустим снова, то поле ввода будет пустым. Вот, несложно что-нибудь ввожу. Какой-то текст тут есть. Свернул. Оно все еще работает, оно не закрыто. Запускаю. что-то забыл, а что-то надо запускать. На том фоне, видимо, у меня должен такое приложение висеть. Поэтому давайте-ка я эмулятор приостановлю и запущу. Вот. Ну, после его запуска там будет пустое поле. Это значит, что запустился еще один инстанкт-приложение. Чтобы нам, вместо того, чтобы запускать еще один инстанкт-приложение, стартовать уже запущенный, давайте мы сделаем следующее. То есть, во-первых, зайдем в Debass Connection. Это штука, которая как раз позволяет получить доступ к определенной шине. Debass Connection Session бас ведет сессионную шину. Дальше смотрим. Я вот этот пустот скомментирую. Если у нас на этой шине уже зарегистрирован сервис. Значит, у нас инстанкт-приложение такого уже запущен. Ну, вот здесь в дебаг выведем, что мы сейчас переходим к активации запущенного сервиса. Подготавливаем сообщение к Debass. Это делается с помощью к Debass Message. Ну, как я говорил, сполагательных классов много. Там есть Create Method Call. Он нам как раз построит объект типа Debass Message. Ему передаются служба, куда отправлять запрос, объект, которому отправлять запрос, интерфейс, который отправляет запрос. И название метода Activate You. Вот это вот название метода в точности такое же, как сигнал, который у нас объявлен и здесь. Вот он Activate You. То есть мы с вами вызовем Activate You другого инстанца этого же приложения. Ну, дальше нужно что сделать? Нужно вызвать сгенерированное сообщение. Делается полностью Debass Connection Call. Получаем ответ. Если так оказалось, что ответ не валиден, то есть какая-то ошибка произошла, выведем эту ошибку и завершимся с ошибкой. А если от них валиден, это значит, что наше сообщение о том, что нужно развернуть Activate You, развернуть интерфейс, было отправлено по предыдущему инстанцу. На этом мы успокоимся, наше сообщение получил, он там сейчас развернется, а мы выходим без ошибки. То есть что получается? При запуске нового инстанца он смотрит, ага, был запущен предыдущий инстанц, отправлю к ему сообщение, что нужно развернуться, а сам закроюсь, потому что второй инстанц там так не нужен. Вот, ну давайте выведем в дебаг, что мы запускаем новый инстанц, если всего вот этого не сделали. так, дальше, 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 там пока не надо, а дальше как раз сделаем следующее, зарегистрироваем службу, службу, которая будет обрабатывать вот все те подключения, как раз скажет о том, что наш инстанц первый. До этого нам понадобится, во-первых, объект Dubas Activator, это тот объект, который будет разворачивать дюшку. Ну и дальше пробуем зарегистрировать этот объект. Если получилось зарегистрировать, победа, не получилось, выйдем с ошибкой. Дальше пробуем зарегистрировать службу. Получилось зарегистрировать службу, победа, не получилось, выйдем с ошибкой. Вот если мы дошли до вот этого шага, это значит, что у нас не зарегистрирована служба, есть зарегистрированный объект, который будет обрабатывать запросы на открытие приложить. Давайте проверим. Собирайся. Так, вопрос. Зависимы ли от регистра имена объекта сервисов? Да, как мы с вами уже убедились, когда пытались скопировать предыдущие листы, которые я обязательно исправлю. А регистр зависит, потому что если была там буковка B маленькая, ничего не работало. Так, ну вот у нас открылось окно. Смотрите, вот здесь вот нам написали starting new instance. Отлично, запустили новый instance. Я сюда чего-нибудь веду. Типа закрыл. Ничего нет. Здесь ничего не закрылось. Давайте по иконке сначала. Опа, а текст остался. Мы при запуске по иконке, вместо того, чтобы запустить новый instance, активировали старый. Ну, на самом деле новый запустился ненадолго, посмотрел, что один уже запущен и есть, и отправил его команду назад. Вот так вот это все здорово работает. На самом деле все хорошо, только теперь есть вопрос. А как из приложения выйти-то? Что сделать-то надо? Понятно, что из-за IDE-шки мы его можем убить. Ну, а вот пользователю на устройстве что делать? Как выходить-то? Ну, понадобится добавить некоторые функции выхода. Давайте мы это сделаем на стороне QML. У нас тут есть пол-даун меню. И в нем есть такая штучка. А так, где у меня тут пол-даун меню был? Вот он. У него есть меню-итем, который как раз заставляет приложение выйти. Вызывается QtQ. Вот QtQ это такой насильный выход из приложения. Давайте мы сейчас запущу это дело и проверю, что у нас действительно будет из приложения делаться выход. То есть оно не останется работать в фоне. Оно как раз будет завершаться так же, как завершалось до этого, если его закрыть. То есть вот если, вот можно видеть, приложение работает, все еще работает. Если я сверну, оно куда-то свернулось. Вот оно развернулось. А теперь я вызываю QtQ. Опа, вышли. Все, мы завершились. Ну, ладненько. Давайте теперь смотреть, что еще тут можно интересно поделать. Наверное, пока все, все, что остальное будем делать, будем делать с уведомлением. Важно на этот момент зафиксировать следующее достижение. Мы с вами научились писать приложение, которое умеет уходить в фон, и которое умеет из фона восстанавливаться за счет повторного запуска. Ну, и которое умеет у себя закрывать с помощью дополнительного теперьующего контроля. Так, какие у вас есть вопросы? Так, свои сервис-файлы добавлять можно? Поговорим про сервис-файлы немножко позже. Приложение тут не QtSing Application? Нет, нет QtSing Application, как можно было видеть, запускаются и была разных инстанций. Можно добавить приложение в автозапуске с самого приложения? А в автозапуск откуда? То есть не совсем понятен вопрос, что хочется сделать. Что при старте? Если вы знаете, как устроены линуксовые системы, что запускается при старте приложения, то вы знаете, куда прописать нужно будут всякие сим-линки для запуска приложения. Но сейчас при валидаторе это делать нельзя. Валидатор такие все потоки будет блокировать. Поэтому технически да, если вы не используете валидатор, да, если вы запускаете все это в своем устройстве, да, если вы хотите деплоить приложение куда-то, то нет. Мы прорабатываем систему автозапуска, которая бы позволяла регистрировать приложение, как приложение, которое требует автозапуск, и аккуратненько их запускать. Но пока только так. Ну, то есть здесь нужно понимать, что автозапуск приложения на корпоративном устройстве это потенциальная проблема. На своем устройстве, да, можете делать в итоге. Ну, что, есть еще вопросы? Мы дальше двинемся к уведомлениям. Ну, давайте пока про уведомления поговорим, если вопросы будут. Так, свои сервис-файлы. Это же был уже вопрос. Про сервис-файлы я позже скажу. Да нет, вот им два раза. Куда их можно добавлять, как их можно добавлять, про это последняя часть презентации будет. Так. Смотрите, оно применимо, оно обусловлено валидатором. То есть оно применимо к авуроре там во всех апостасиях сейчас, оно применимо к софиш, если вы публикуете приложение в Yolastore. Если вы не публикуете приложение в Yolastore, например, загружаете его в OpenRet, если вы ставите сами на своем устройстве, можете делать там чего хотите. Ну, давайте все-таки про уведомления поговорим. Ну, уведомления – это, по сути, способ приложения рассказать пользователю о том, что у него что-то происходит, когда пользователь непосредственно не работает с приложением. Как это можно сделать? Ну, по-разному. То есть, если вы вспомните презентацию об интерфейсе Авроры и SelfishOS, вы можете вспомнить, что там есть отдельный экран событий, и вот уведомления можно отправлять на экран событий. А можно их всплывашками показывать пользователю, они сейчас будут отображаться сверху экрана с некоторой информацией. Уведомления, механизм уведомления работы от поверхности базы, мы с вами уже посмотрели, что Кридит-Стоп предоставляет Service Notifications, но есть обертки для плюсов и для QML, которые позволяют более удобно это делать. Они реализованы с помощью плагина Notifications. Плагин был разработан в операционке NEMON и успешно работает в Авроре и в Selfish. Соответственно, его можно использовать как на плюсах, тогда это будет в следующий класс Notification, ну и в QML, тогда будет идти Notification. В зависимости от того, где вы его хотите использовать, нужно по-разному добавить зависимости. То есть и в том и в том случае на самом деле должно быть NEMON Notifications. NEMON Notifications. В случае работы с плюсовой стороны нужно еще добавить в профайл pkg-config, тогда нужно прописать NEMON Notifications. для того, чтобы все корректно собралось. Ну, в случае плюсов и QML здесь, опять же, аналогичные интерфейсы, поэтому я буду рассказывать про QML вариант, а с плюсовым мы поработаем. Про QML просто рассказывать немножко попроще. Значит, что там есть? Что есть у типа Notification? Это как раз тот тип, который позволяет отправлять удовлетворение. Во-первых, у него есть Replace ID. Но это в некотором смысле идентификатор уведомления. Если вы отправите новое уведомление с ID, то все другие уведомления с этим ID будут скрыты. Есть Summary. Это тот заголовок уведомления, который будет показываться на экране событий. Body – это то тело уведомления, которое на экране событий будет показываться. Если задать Preview Summary и Preview Body, это то, что будет отображаться в виде заголовка и тело всплывашки. Icon – это иконка, которую можно назначить для уведомления. Она будет к нему приорисована. Есть Time Step, в котором можно тоже задать, оно тоже периодически уведомление, это некоторое отметка времени о том, когда что-то произошло. И методы. Естественно, метод Publish – это метод, который публикует уведомление. То есть, если вы указали Preview Summary и Preview Body, вы получите всплывашку. Если вы указали Summary и Preview Body, у вас уведомление будет добавлено в ленте событий, на транспорте. Метод Close убирает уведомление, если ему передать в ленте SID. И есть сигнал, который можно отслеживать, сигнал Close, который испускается, если уведомление было закрыто, ну, например, если пользователь нажал в уведомлении. Ну, а здесь как раз показан пример кнопочки, которая шлет уведомление. Ну, здесь запехано уведомление прямо в ленте кнопочки, об этом уведомлении можно сами где угодно размещать. И давайте мы вот эту штуку попробуем воспроизвести. Для этого входим в листинге. Так, где он в листинге? Вот он как раз. Нет, вот он. Пятый листинг, например, оправка уведомлений. Я это дело вставлю прямо на страничку. Вот сюда. Так. Это у меня тут есть столбец, давайте я под текст вот его вставлю. Да. Вот. Ну, notification нам подчеркнули, конечно же, потому что нам нужно импортуть уведомление. Давайте я еще раз покажу. Import. Вот он. Neman notifications 1. Да. И в pkgbr нам неплохо бы добавить. Давайте сейчас туда сюда для морфалик. Добавим сюда Neman notifications 5. Да. Вот. А здесь добавим нанесен. Так. Ну, дебаста нам теперь не нужен. Мы с дебастом активно работаем. А вот уведомление нужно не. Я ремонт. Но нанесен. 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 Со словом notification и туда еще дописываться идишник. Будем смотреть как идишник у нас изменяется при публикации уведомления. Так. Что здесь передано? Передана иконка. Иконку можно так же как все остальные посмотреть в icon reference. Давайте глянем что там из иконки такая. Стравка icon reference. вот они. Здесь есть целая пачка иконок для уведомлений которые используются. Icon Lock Information это вот такая вот иконка с буковкой I. Рекомендуется конечно использовать системные иконки для уведомлений. Вот здесь они показаны. Notification Summary Indication Body это то что попадет в элемент событий. Identification Preview Summary Preview Body это что будет у вас всплывашка посмотрим. Ну и здесь Time Step Time Step можно получить из текущей даты. Мы с вами как раз в понедельник смотрели как можно даты преобразовать к разным форматам. Давайте запущу. Устанавливаем. Ну извините кнопочка у меня оказалась не выравнивана не беда потом как собственно что мы live активем поэтому сейчас мы выравним давайте по горизонтали так стало покраснее Опа отправился уведомление вот оно здесь и вот оно появилось здесь 13 месяцев назад е-мое как давно это было обалдеть на самом деле не 13 месяцев а просто больше 12 месяцев назад 24 числа что-то было в этот день что я уже не помню нажал на уведомление оно пропало давайте научимся отслеживать клики на уведомление так а что тут есть вопрос в тексте уведомления можно разве это делать слушайте я не пробовал давайте попробуем посмотрим мне что-то кажется что нет давайте вводим попробуем это сделать выделим например полужирным полу давайте вот здесь так упс вот я на самом деле ну нет они теги как были так и остались поэтому уведомления все-таки не предназначены для некокрасивого форматирования тайм-аут можно не писать как видите у меня он здесь сейчас не указан поэтому оно скрывается там нисколько за 2 секунды что не стандарт так я хотел показать как обрабатывать клики клика во-первых нажму сюда подержу вот если посмотрите кстати как здесь отображаются уведомления есть иконка приложения название приложения и текст схемы уведомления и датка когда мы будем отправить дату получается как раз и ставить темпы давайте попробуем сюда ставить кишу дату тут был стринг ой 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 можно посмотреть что у нас уведомление пришло just now то есть я ставил текущую дату и он сгенерировал уведомление текущей датой так обработка нажатия на уведомление сигнал он closed и консольку давайте выведем консоль lock reason это причина по которой уведомление было закрыто сейчас закроем это не выведется потому что для этих уведомлений мы не вешали обработчик а вот для новых будет видите опа нажал двоечку потому что я закрою всплывашку ок вот давайте там из лет сабы что-нибудь позакрываем а да то скоро закроем влашки туда ничего не попало опа тоже двоечка у нас то есть можно отслеживать сокрытие уведомлений ну скрываются они например если было опубликовано уведомление с тем же IP-шником ну это все конечно хорошо это все конечно полезно давайте посмотрим что с уведомлений гораздо более мощные что-то можно делать ну во-первых управлять их отображением можно то есть я вам показывал уже апнем и апайкон которые показываются по умолчанию это иная иконка приложения можно устанавливать можно выбирать категорию в которую уведомление будет привязано можно смотреть сколько там уведомлений от приложения будет корпироваться можно указать как раз период устаревания уведомления можно вот ставить флаг того что уведомление должно просто меркнуть и скрыться ну и еще один еще одно свойство которое позволяет управлять тем насколько критично уведомление дело в том что в зависимости от обилия уведомления действий пользователя то уведомления будут показываться с разным приоритетом и конечно фактически уведомление будет показываться с большим приоритетом на самом деле некоторые уведомления могут вообще не показаться если не painters звук уведомления нет звук уведомления настраивается в системе категории да категории можно было посмотреть вот в этих спеках буквально последующей ссылке Но ссылки у вас будут, вы по ссылкам посмотрите. Так, ну и вот прям мега важная штука, про которую надо говорить. Это то, как отслеживать уведомления более сложные. То есть на самом деле к уведомлениям можно привязывать действия. Делается привязка за счет как раз дебаса. То есть с помощью нажатия на уведомления можно вызывать конкретные методы. Например, имя это дефолт или ап. Соответственно, имя действия, оно, ну, если вы хотите выполнить какое-то одно действие, то напишите дефолт. Display name это отображаемое имя действия. Icon, иконка, которому это действие соответствует. А дальше идет как раз настройки дебас службы, вы выбираете. Имя службы, выбираете путь к объекту, выбираете интерфейс объекта, выбираете метод, который нужно делать. Задаете список аргументов для этого метода. И при нажатии на уведомление у вас будет вызвана служба, которая вот это все обработает. То есть вы можете на уведомления реагировать прям совершенно по-разному, вызывать определенные методы. При публикации уведомления можете выбирать, какой метод должен быть вызван при нажатии на него. Ну, вот этот вот весь мощный механизм можно обрабатывать. Ну, вот здесь пример как раз показан. Remote Actions задали службу путь интерфейс, метод по имени, аргументы. Это массив, в котором перездаются просто значения аргументов. Они могут быть разных типов. Ну, и давайте с вами сейчас с уведомлениями что-то поделаем. Ну, вот для этого придется нам сначала что-то подключить. Пойдем в профайл. Будем делать с нефильной стороны, с уведомлениями, поэтому... Будем добавлять, во-первых, pkg-config. Потом добавим Notification Manager. Это класс, который у нас сейчас будет с нефильной стороны работать с уведомлениями. Так, давайте закрою приложение, нам это сейчас не нужно. Это мы пока трогать не будем. В cpp файле в основном добавим Notification Manager. Давайте посмотрим... Ой, что я не добавил. Давайте посмотрим, как устроен файл, что там есть. Notification Manager – это наследник у объекта. Соответственно, мы его зарегистрируем для использования на стороне QML. У него есть свойство Active, которое говорит о том, шлет он сейчас уведомления или нет. И есть у него сигнал, который позволяет... Сигнал и метод, который позволяет отстреливать свойства Active. И есть методы, точнее говоря, слоты, которые позволяют делать следующее. Publish. Отправить уведомление. Его передается заголовок и тело. Start Publishing. Передается заголовок уведомлений, интервал. И он с этим интервалом начинает слать уведомления. Вот каждое 100, которое там не лисит. А Stop Publishing – это перестать отправлять уведомления. Ну и здесь есть таймер, который будет использоваться как раз для отправки уведомлений. Если посмотреть на реализацию, что здесь есть? Ну, во-первых, Publish. И давайте сразу здесь вот эту вот штуку раскомментируем. Будем задавать ремонт экшен за уведомление. То есть можно посмотреть, что так же создается, как и со стороны QML, объект типа Notification. Ему задается Summary, Body, Preview Summary, Preview Body. В данном случае в Summary Body перемены расставляются как в Summary, так и в Preview Summary, как в Body, так и в Preview Body. И задается Remote Actions. Remote Actions – это массив. Здесь задается одно действие, которое делает следующее. Оно при нажатии на уведомление передает в нашу службу, по нашему пути, нашему интерфейсу, команду Открытый вид. То есть теперь при нажатии на уведомление будет разворачиваться наше приложение, даже если оно было скрыто. И в принципе это вот то, чем обычно по всяких мессенджерах. Мессенджер работает в фоне, шлет уведомление, уведомление пришло, нажали на уведомление, мессенджер открылся и что-то показал. То есть здесь можно передать аргументы, которые заставят ему показать что-то конкретное. Мы будем чуть-чуть попроще вариант рассматривать, когда просто активный тву вызывается, просто заставляет развернуться приложение. Ну, дальше по реализации можно тоже быстренько пробежаться. Есть таймер, соответственно, при начале уведомления таймер перегибается. К его сигналу, тайм-ауту подключается как раз, ну здесь лямбда функция, которая вызывает отправку уведомлений. В качестве тела используются текущие адапты. Ну так наглядь и посмотрю, когда я удалюю пишу, хотя можно было и таймстеп использовать. Таймер запускается и говорит, что мы теперь изменить состояние активности. То есть у нас активность в ряд с тем доступен и текущий таймер. Теста-стоп-паблишинг – это просто удаление таймера. Вот. Ну и что нам нужно сделать? Нам нужно зарегистрировать уведомления. На чешей шаге, на общем-то, используем кумал. Для этого используем кумал регистриф. вот он ну и все эти дюшки можно удалять теперь уведомления которые будут отправляться а мы их еще не отправляем я пока соберусь, остальное происходит на комельной части поэтому будем там ваять значит что нам нужно сделать на комельной части здесь у нас нужно подключить нефтипейшн менеджер давайте вспомним, где же я вас зарегистрировал как называется это так, установим так демо дебаз нужно подключить демо дебаз демо дебаз сейчас так как-то не нужно вот теперь можем использовать демо дебаз демо дебаз давайте отдельно демо дебаз прямо тут а нет, хочу вам показать даже немножко другое то есть демо дебаз у нас будет один для всего приложения поэтому давайте мы сходим в аппликейшн в аппликейшн и тут его подключим вот таким вот образом то есть просто объявим свойства демо дебаз демо дебаз и оно нам станет доступно везде в остальных местах то есть здесь даже этот интерпорт тоже не нужен у нас демо дебаз считаем что есть давайте вот теперь по этой же кнопке которая у нас была вот это вот все не поколдит это не нужно сделаем чтобы notification чтоб публиковал там текст кто-то передавался давайте напишу пока тест так что у меня развалилось а там уже не так тест name и более пишу name более вот видите у нас теперь уведомления шлются с натейной стороны вот можете посмотреть что по умолчению используется иконка приложения если я нажму на уведомление у меня разведется приложение потому что remote action отработался вот как здорово мы научились отрабатывать remote action теперь давайте попробуем поставить уведомление из фона для этого нам это как мне нужна давайте добавим поле которое нам будет задавать скорость отправки вот такое вот поле и давайте сделаем так что у нас текст филд верхний не будет активен когда идет отправка мы сюда не могли задавать никакое значение в том что у нас и теперь нам нужно научиться запускать на текст филд для этого есть заготовочка мануайтома такая вот что здесь происходит мануайтом смотрит активен лин текст филд если активен то тогда он говорит что мы его будем восстанавливать если не активен то говорит что будем запускать кнопка это ну не кнопка элемент меню активен только тогда когда у нас в эти два поля введена корректная информация соответственно если например это пустое то ничего сделать не можем стартнуть так что тут еще интересного да ну и все то есть вот сейчас получается что при старте notification manager будет каждые 5 секунд отправлять уведомления можем посмотреть сейчас первые 5 секунд пройдем шпак пришло уведомление можно вот сюда посмотреть вот эти не приходят если я нажму на уведомление у меня развеется вот так Ahí сверну прям совсем закрою так вот по уведомлению оно все равно заворачивается вот сейчас по сути в фоне что-то работает шлет уведомление ничего тут больше нигде не отображается в зале целиком в фоне уведомление все еще шлет там заливим постоянно сейчас еще 800 ок эти все приходят и приходят и приходят и приходят а ну, собственно, почему я вывел как раз текст именно в боди, потому что JustNow смотрит неинтересно, а вот здесь вот видно, что секунды меняются. Вот. Кто-то живет в фоне. Это у кого-то из фона можно развернуть, сделать вид. И что получилось? Получилась очень интересная ситуация. У нас есть уведомление. Если я нажимаю на уведомление, ничего не происходит. А все дело в том, что службу-то никто не предоставляет. И вот это вот определенный смысл проблемы, которую дальше мы будем побеждать с помощью где-то был вопрос про сервис файл, а вот с помощью нет. Так. Поэтому давайте здесь маленький стоп. Какие есть вопросы? Вот я могу пока покрепить уведомление. Приложение закрыто. Какие? Так. Закрытываем. Нет вопрос был. Ну что, если нет вопросов, тогда давайте погрузимся в дебри, которая блокирует валидатор на данный момент, но которые позволяют делать всю вот эту чудесную вещь, когда у вас не запущенное приложение, но предоставляющее определенную форму, будет автоматически запущено, если кто-то эту службу попросит о каком-то методе. Что нам понадобится? Нам понадобится файл с описанием службы. Так называемый сервис файл. Файл, который будет прописан в директорию, которая напрямую в приложении отношений не имеет. И, собственно, поэтому валидатор такие штуки блокирует. Но, тем не менее, системные приложения так делать могут, потому что именно валидатор, ну, не то, чтобы прям совсем начхать, но валидатор их пропускает. И эта технология работает, поэтому я вам о ней расскажу. Я думаю, что в скором времени мы придумаем вариант, который бы позволил нам делать похожую штуку и для сторонних приложений. Значит, что нам понадобится для того, чтобы объявить, какое же приложение реализует определенную службу. Подготовить сервис файл. Так, файл, который содержит имя службы, содержит интерфейс, который нас интересует, а дальше содержит команду, которая запустит приложение, которая запускает, ну, которая будет предоставлять эту службу с этим интерфейсом. Что понадобится еще проделать? Понадобится сделать следующее, чтобы этот файл был установлен, нужно, во-первых, добавить installs, соответственно, в файле для кумейка в профайле нужно добавить этот файл, нужно добавить, куда он будет установлен, ну, и добавить к installs этот файл. Кроме того, нужно объявить для RPM, что в эту территорию мы будем что-то ставить, это раздел файл с ямл и спект файлей, вот туда нужно прописать эту директорию. Можно прописать целиком путь к файлу, чтобы быть более конкретным. Вот примеры файла служб, соответственно, здесь пишем имя службы, пишем интерфейс и пишем команду, которую запустят. Здесь первая команда показывает, как запускать службу, если мы работаем с обычным приложением, которое имеет нативную часть, cpp-шную. Второй пример показывает, как запускать приложение, которое имеет только qml-составляющую, соответственно, его нужно запускать с помощью лончера selfish qml. Вот. Дальше хитрая есть вещь. Ну, да, сначала вот это проделаем. Давайте сделаем все-таки, чтобы наше приложение запускалось, даже если оно не работает. Что нам для этого понадобится? Пойдем-ка мы в профайл сходим. Здесь внизу видно, что у нас есть заготовочка в виде сервисного файла. Вот он вот так называется. Dmdbass service. Когда я это дело раскомментировал, сохранил профайл, он у нас сюда подтянулся. Можем посмотреть. Вот устроен наш профайл следующим образом. Мы говорим, что нас интересует dbass-служба. Вот такая мы говорим, что для этого нужно запустить вот это приложение. Хорошо. Понятно. значит, что это приложение будет запускаться. Теперь все дело надо будет пересобрать и запустить. так, устанавливаем. что оно все еще работает. А теперь давайте я использую. Ну вот видно, что оно работает. Вот здесь у нас блок пишется, что оно еще работает. Давайте перезвеним друг. Все. Внутри написали, что процесс завершился, уведомления у меня 50. Приложение не работает сейчас. Кликаю на уведомление. Конечно, ничего не произошло. Почему? Потому что я забыл. Я забыл я был файл справить. Вот здесь вот. Вот эту штуку все-таки придется дописать, иначе у нас ничего не добавится в рпм-пакет по указанной пухе. А нам нужно, чтобы файл все-таки поставился. Теперь присоберем. Ну, кстати, Вот тут вот у нас висят старые уведомления. Они привязаны к какой-то конкретной структуре. Давайте я сейчас даже не буду много уведомлений не делать. Давайте я просто сейчас ставлю уведомление, попробую воспользоваться. Просто переустановить приложение. Да, поставим. Даже уведомление сейчас не будем. Просто будем сразу делом. Вот у нас приложение завершилось. Клик на кнопку и приложение запускается. Видите, как здорово? То есть даже если приложение не работало сейчас, но мы сказали, что нам этот предоставляет вот такое приложение, вот так вот надо запустить. И все, оно запускается, даже если не было подкинуть состояние. Было вылично. То есть вот можем погенерировать уведомления, можем приложение свернуть, можем его развернуть, нажать, развернулось, показалось. Кстати, как проверить, что у нас ладно, хватит, горшочек не говорит. Смотрите, что пишется. Как нам проверить, что у нас запустится новая инстанция выражения? Ну, давайте нам сюда что-то приду, сверну, я сверну. Раскроется лаплан. Я сейчас выйду, клик, у меня там уведомлял меня где-то висел, вот там где-то. Ай-яй-яй, ай-яй, ай-яй, вот оно. Видите, нажал на него, у меня на новой инстанции просто здесь все пустое. То есть при выходе из приложения все-таки нужно данные сохранить. Ну, и последний кусочек, который сейчас расскажу, дальше на вопрос поотвечаем. Запуск нужно через значок. То есть, ну, конечно же, можно запускать приложение не только из уведомлений через дебас, но можно это делать и через десктоп-файл. Для этого предусмотрены поля, которые позволяют точности также указать имя службы, указать объект и указать метод. Причем здесь важный комментарий такой, что интерфейс прямо в это поле зашит, метод указывается в виде интерфейс точка имя метода. То есть, вы прямо в значке можете указать, как вам нужно запускать приложение. Для чего это бывает нужно? Это бывает нужно для того, чтобы, например, приложению сказать, как нужно запуститься для обработки того или иного майн-типа. Почему бы и нет? то же, то, что валютатор сейчас не пропускает, то, что используется системным приложением, это несколько десктоп-файлов. Каждый из них отвечает за определенные действия. Есть десктоп-файл, который просто открывает приложение, есть десктоп-файл, который, например, открывает приложение для чтения определенного файла. Но здесь пример того, как нам зарегистрировать десктоп-файл на открытие файлов определенного типа. Для этого нужно заполнить поле майн-тайп, его можно заполнить несколько раз, через это перечислить те майн-типы, которые вам нужны. И тоже есть одна хитрость. Я здесь написал в install post надо добавить install post валидатор не пропустит но тем не менее там это делается вот такой командой она обновляет информацию о десктопных файлов то есть по сути делать перерегистрацию моим типом смотрят какие десктоп файлы какие моим типом нет обрабатывать и после этого обновлять информацию в системе и все что из системы вызывается из приложений вызывается ну например через cute open bureau externally через xd open все это будет открываться в приложениях которые были зарегистрированы для открытия отменных монтитов вот здесь пример такого десктоп файла который у нас в югере pdf что здесь на что важно обратить внимание то есть имя указано иконка указана потому что они используются там в некоторых системных диалогах но display true это значит что этот десктоп файл не будет отображен в виде отдельного значка и где у нас панель приложений дальше указываем мой тип application pdf значит этот десктоп файл будет обрабатывать pdf файлы и дальше пишем что же нам нужно запустить для того чтобы открыть pdf а запустить то нужно приложение которое обвезет вот такую службу службу но в объекте дергать метод и этому методу будет перед будут переданы все аргументы командной строки если вы запускали этот десктоп файл через командную строку что еще тут интересного если приложение было запущено оно поднимало службу там будет этот метод вызван если приложение не было запущено но был сервис файл то она сначала запустится а потом будет выбран его метод и это используется это используется вот я как показывал под его фьюером это используется при вашем документе это используется браузером для открытия ссылок вот такой подход вполне работает ну и в принципе на сегодня все дальше давайте отвечаем на ваши вопросы так если скумео форматива множество давлений по каждому клинику надо новую местность компонентами то есть если хочется отслеживать разные типы уведомлений и смотреть на кого же мы кликнули нет не обязательно создавать новых местах можно туда зашить notification ID и он клик смотреть на не клик а он close смотреть на идиш вот но если у вас существенно разные уведомлений то я бы сделал два разных объекта смотрите вопрос хороший представьте демона быть вне закона вопрос в том что считать демоном считать демоном приложение которое просто работает кони или приложение которое еще кроме того и автозапуском как работать пони я вам сегодня показал сейчас это уже реализовать можно более того в некоторых приложениях это уже используется про автозапуск ну следите за новостями как сделаем автозапуск хороший корректный тогда все станет можете делать